За последние 100 лет количество мусора, которое образуется на земле ежегодно, увеличивается в 10 раз. Теперь это 2 миллиарда тонн в год. Россия в этом плане не рекордсмен, однако ежегодно и мы выбрасываем около 70 миллионов тонн только бытового мусора, и это не считая промышленного. И цифра эта растет с каждым годом. Какие технологии могут нам помочь преодолеть мусорную проблему? Во-первых, осознанное потребление и рациональное использование ресурсов. Во многих странах законодательно запретили одноразовую посуду и пластиковые пакеты в супермаркетах. Идем к этому и мы. Часто одноразовый пакет может заменить бумажный пакет, пакеты с бамбукой и других современных материалов растительного происхождения. Ученые постоянно разрабатывают все новые и новые технологии. Такие материалы и технологии без следа разлагаются, не приносит земле ущерба и даже удобряют ее. Во-вторых, это технологии сбора и сортировки мусора. Это и разноцветные контейнеры во дворах, и различные фандоматы. Туда можно сдать стеклянную или пластиковую бутылку из-под напитка и вернуть часть потраченной денег. Отдельно могут собираться батарейки, вышедшие из строя электроника, лампочки, керамика и даже лекарства. Так токсичные вещества не попадут на полигон и не будут оторвлять землю. В некоторых странах отдельно собирают одноразовые шприцы и иглы. Особняком стоит крупногабаритный мусор, за него даже заплатят или самостоятельно везут в приемный пункт. Наконец, в третьем, переработка. Перерабатываются металл, бумага, пластик, стекло. Самые прогрессивные страны перерабатывают до половины всех твердых отходов. В России это же пока только 7% мусора. И почти все остальное отправляется гнить на свалку. Мировой опыт показывает, что переработать можно до 90% полиэтиленовых бутылок и алюминиевых банок. Вторичный пластик идет на различные нужды, вплоть до изготовления дорожного полотна. Из мусора извлекают ценные и драгоценные металлы, а органические отходы перерабатывают в биотопливо. Из старой бумаги производят новую и даже нечто напоминающее древесину. Многое из того, что нельзя переработать, можно сжечь. При этом вырабатывается тепловая и электрическая энергия, которая тоже идет на нужды городов. Проблемы опасных выбросов при сжигании тоже решают современные технологии. И даже оставшуюся залу можно использовать при строительстве. И только то, что никак нельзя переработать или сжечь, должно складироваться на полигонах. К сожалению, в России в отвал уходит почти 90% всего мусора. Поэтому стоит задача построить мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы. Российские компании работают над этими технологиями, над составами, которые позволяют сохранять качество пластика после переработки, над созданием белкового суперпродукта из отходов пивного производства. Кстати, Россия одна из лидеров экспорта твердого биотоплива. Такое топливо производится из растительного и животного сырья, промышленных, органических отходов и отходов жизнедеятельности животных. У нас существует особая технология термического разложения биомассы соломы, лузги, древесной щепы и тому подобного. Есть технология по переработке мазута в судовое топливо. Словом, мы на правильном пути. Главное успеть того, как свалки поглотят окрестности городов. У нас будут проблемы с сортировкой мусора и, как следствие, с переработкой, пока мы не поймем две вещи. Сортировка – это дело каждого. Выбросил не отсортированный мусор – получаешь штраф. И второе. Мусор – это деньги. Его грамотная утилизация может быть не менее выгодным делом, чем добыча нефти или газа. И тому есть масса зарубежных примеров. Фраза «деньги не пахнут», которая приписывается римскому императору Веспасиану, что ввел налог на общественные туалеты. Так кто бы мог сказать что-то подобное про мусор? Сказал бы и сделал бы. Подумайте об этом на следующей пятницу. Увидимся через неделю в гостях у «Цифры». Пока. С вами было хорошо.